Письменные имеют необычную особенность. Они меняют свой оттенок в зависимости от времени года. Осенью и зимой русые, весной и летом каштановые. Но не это главное. Волосы Татьяны уникальны не своим цветом, а своей длиной. Стоит ей распустить косу, и каждый, кто находится поблизости, испытывает настоящий шок. 2 метра 67 сантиметров. Абсолютный рекорд России. В другой раз я даже сама вымоешь голову, расчешешь, и даже не верится. Боже мой, я представляю, как люди окружающие, когда первый раз такой вид. До сих пор для меня даже удивительно. Повернешься со спины, боже мой, лавина спадает. Я даже сама еще не привыкла к волосам, хотя всю жизнь я с волосами. Когда-то еще учась в девятом классе, Татьяна решила распрощаться со своей косой и сделать модную прическу. Женщина-парикмахер категорически отказалась резать волосы и отправила школьницу домой, к маме с папой. А затем на стражу прекрасной косы стал муж, ведь именно благодаря роскошным волосам он впервые обратил на Татьяну внимание. Мы же работали вместе в проектном институте, ну и это, я ее замечал как-то так. Ну один раз она выходила из, ну там вестибюр у нас был, и увидел именно ее, ну я как сейчас ее запомнил, вот то, что это движение такое. Вот она выходит раз, и коса такая до пят, ну впечатляла, конечно, что там говорили. Мама Евгения выбор сына одобрила. Лишь взглянув на невесту, она сказала, девушка, у которой такая коса, гулять не будет. Свадьбу сыграли в Элисте, куда Татьяну направили после окончания Волгоградского строительного института. Думала поработать немного, получить открепление и домой. Но письменные прожили в Калмыкии ровно 20 лет. Вернулись в Волгоград лишь два года назад. Однажды кто-то из завистников пустил слух, что Татьяна отращивает волосы, чтобы продать их на парики и купить ковер. Абсурд. И все же, сколько могут стоить роскошные волосы Татьяны? Ну, на кого нарветесь? Может быть, кто-то бы там купил за тысячу долларов, может быть. Ну, там просто есть маньяки, которые так для интереса, просто его купили бы, наверное, ну, за две. Ну, а кто-то бы за 100 не купил рублей. По закупочным это все копейки стоит. Все копейки, и мучиться их отращивать, потом купить себе на эти деньги ковер. Не нужно это делать. Конечно, продавать свои волосы Татьяна не собирается. Более того, хочет довести их длину до трех метров. Волосы уникальны еще и тем, что растут, можно сказать, сами по себе. Специально за ними она не ухаживает, дорогими шампунями не пользуется. Но волосы, тем не менее, не ломаются и не секутся. Когда коса метр или полметра, да, это не всем идет, потому что образ такой сельскоучительницы в сталинских времен. Пошла. Педагога. А два метра, еще сложнее ухаживать. А около трех, это, по-моему, такой геморрой. Да, уход за своим богатством – головная боль Татьяны. Нет, не в прямом смысле. Голова у нее, как ни странно, под тяжестью трехметровой косы никогда не болит. Но промыть такую массу, высушить, а главное – расчесать – задача нелегкая. У меня были некоторые случаи, когда я даже вырезала волосы. Когда 12 часов стоишь и не можешь расчесаться, я уже, дайте мне ножницы, я сейчас покончу с этим, раз и навсегда. Муж всегда против, там, успокаивает меня Таня, спокойно, успокойся, успокойся. Ему очень нравится, может быть, я уже давно бы и подстриглась, но я смотрю, моему мужу нравятся такие волосы, думаю, зачем я буду портить себе отношения. Хорошо бы, если бы не только у моей жены были такие волосы, а у всех женщин, допустим, в России был бы такой бы знак, что вот длинный... Ну, сейчас нет такого. Да, русские женщины способны, действительно.